Мария Юрьевна, здравствуйте! Хотелось бы поздравить вас, наверное, с профессиональным праздником. Все-таки 1 июня – День защиты детей. Это та сфера, в которой работают полномочные по правам ребенка. Хотелось бы узнать, какая работа на данный момент ведется и что стоит в первоочередных задачах. Мы работаем с обращением и граждан. Например, в 2023 году было 320 обращений и устных, и письменных. И все эти обращения были отработаны уполномоченным и сотрудникам, обеспечивающим его деятельность. Сейчас у нас на 2024 год есть карта действий уполномоченных. Карта действий по четырем направлениям. Основной смысл – исследовать ту или иную ситуацию, ту или иную сферу, касающуюся жизнедеятельности детей. Проанализировать эту ситуацию, провести мониторинг, его проанализировать, подумать, что можно изменить, посмотреть в регионах, какой есть опыт. Потому что мы всегда знаем, что есть регионы, которые имеют положительный опыт в том или ином направлении. Попробовать применить этот опыт у себя в регионе и, соответственно, те или иные недочеты или же изменения ввести. Какие это направления? Первое – это организация питания детей в школах и оказание медицинской помощи. Второе направление – это трудоустройство несовершеннолетних. Третье направление – это психиатрическая помощь несовершеннолетним. И четвертое направление не менее важно – это оказание помощи алкозависимым, наркозависимым родителям. Потому что мы с вами понимаем, что, к сожалению, большинство несчастья и причин социального сиротства – это все-таки в зависимости родителей. Что касается организации школьного питания и медицинской помощи в школах, Каждый из 12 муниципалитетов выехали, посетили по 2-3 школы каждого муниципалитета. Практики разные. Сейчас анализируем. Уже сейчас могу сказать, что я удивлена этому, но дети Карачао-Черкесской республики больше всего любят гороховый суп. Это меня удивило. Дети Карачао-Черкесской республики не любят говяжью печень и рыбу. В большинстве своем это курица. Кстати, это инклюзив, потому что это я еще нигде не публиковала, не озвучивала. Дети Карачао-Черкесской республики не очень любят салаты. Такой практики особо, видимо, дома нет, поэтому салаты не очень любят. Это больше нарезка огурцов и помидоров, скажем так. Это то, что мы уже сейчас понимаем. Что касается медицинской помощи, чаще всего детки обращаются к медикам с головной болью или же болят животики. Я всегда спрашиваю, скажите, пожалуйста, бывают ли такие ситуации, когда детки все-таки немножечко обманывают по тем или иным причинам. Медики улыбаются, смущенные города. Есть такие ребята, мы их знаем. Поэтому уже, когда они приходят, мы работаем по их обращению. Но при этом понимаем, что может быть и такая ситуация. Важно, что при организации медицинской помощи всегда медицинский сотрудник в первую очередь связывается с родителем. И уже при согласовании с родителем оказывает ту или иную помощь. Либо вызывает родителя, чтобы он приехал, ребенка забрал. Это что касается этого. Важно, что параллельно мы запустили еще и опросы. Опросы, они по Яндекс.Форме для детей, для родителей, это касается питания, и для родителей по медицинской помощи. К концу месяца мы закроем этот опрос. Но уже около 400, я где-то неделю назад мы анализировали, около 400 родителей поделились своим мнением по организации питания детей и по организации медицинской помощи. Будем подводить итоги, и я думаю, что будем делиться этим. Что касается трудоустройства несовершеннолетних. Сейчас мы закончили с питанием медицинской помощью, и как-то так получилось, что очень актуально будет и трудоустройство несовершеннолетних. Радует, что есть практика и в регионах. Будем смотреть, что у нас с этим направлением работы. И, соответственно, будем стараться улучшить эту ситуацию. Потому что дети хотят работать, меня тоже это очень радует. Даже детки, которые младше 14 лет, они уже хотят работать, уже хотят зарабатывать. Когда спрашиваешь, на что ты хочешь потратить деньги, разные версии. Кто-то велосипед хочет купить. И очень меня радует, когда говорят, я хочу помочь маме и папе. По данному направлению мы также запустили тестирование. В тестировании мы спрашиваем у ребят, какую бы зарплату они хотели получать, кем бы они хотели работать, сколько бы они хотели работать. Постараемся понять, что хотят дети региона, и будем уже от этого отталкиваться. Что касается психиатрической помощи, здесь мы знакомимся с, оказаем психиатрической помощи несовершеннолетним, как стационарной, так и повседневной. И здесь чуть-чуть больше нам нужно поработать. Это та сфера, в которой мы еще не очень много смогли выделить внимание. Но до конца года, я думаю, что мы это закончим. Последнее, но не менее важно, как я уже сказала, это проблема алкогольной зависимости, наркозависимости родителей. Плюс еще пунктом была токсикомания. Но таких случаев в республике нет, этому я рада. В рамках данного направления было очень интересным для меня посещение наркодиспансера. Действительно, я столкнулась с тем, что работают профессионалы, которые от и до знают не только своих пациентов, но и членов их семей. Они знают, понимают, как надо работать, что нужно делать. Очень расстроилась, что, если уже прям углубляться, лечение от наркомании и алкогольной зависимости для граждан, это вот только выведение их из вот такого кризисного состояния. К сожалению, не продолжают работать с психологом, не ведут эту работу изо дня в день. И, скорее всего, в силу этого происходит очередной срыв. Что очень важно. Мы эту практику пока еще изучаем, но не только государство занимается данной проблемой, не только медицинские учреждения. Очень важно, что духовенство вкладывает очень большие усилия. Много работы проводят в этом направлении. Встречалось и с батюшкой, и с имамом, и с Эфенди. Пусть даже это точечная работа, пусть она не такая вот организованная, нормативными какими-то актами закрепленная, но эта работа проводится, и это очень важно. Кроме этого, большой вклад вносят некоммерческие организации. Здесь вплоть до реабилитационных центров. В ближайших планах у нас выезд в реабилитационные центры, где уже после медицинского лечения проходит реабилитация социальная. Мы планируем посмотреть, поехать, ознакомиться с этим. Здесь также мы запустили, ну это, скажем так, не опрос, а попросили муниципалитета поделиться практикой комиссии по делам несовершеннолетних, какую работу они проводят, с какими случаями сталкиваются. Сейчас именно занимаемся сбором информации, а затем уже будем выступать с определенными предложениями региону. Полномочный по правам ребенка ведет деятельность в течение всего года, но этот год объявлен к тому же еще годом семьи в нашей республике. Вот хотелось бы узнать, какие мероприятия запланированы и, может быть, тематические, которые будут связаны с семьей. Если говорить конкретно про нашу специализацию, то нам важно проводить и озвучивать недели правовой помощи семье. Мы приурочим это к Дню Семьи, Любви и Верности, когда мы будем, в принципе, мы готовы всегда, но вот именно в эти дни готовы будем рассмотреть любой вопрос, касающийся семей, в которых воспитываются дети. И неважно, это проблема у ребенка или же у родителей в отношении ребенка, или у бабушек, дедушек, иных законных представителей. Это тоже для нас важно. Плюс здесь я считаю правильным уделить внимание и с семьями, в которых воспитываются особенные детки. Приурочим ко Дню Инвалидов, круглый стол, на котором постараемся встретиться с родителями, с семьями, которые воспитывают особенных деток. Здесь, опять же, я уже озвучивала про НКО, с большим уважением отношусь к некоммерческим организациям, которые работают с теми или иными категориями детей, но в том числе и с особенными детками. И я считаю, что НКОшки у некоммерческих организаций очень большой опыт. И здесь нам будет важно создать площадку, на которой встретятся, скажем так, органы исполнительной власти, некоммерческие организации и непосредственно родители детей, особенных деток. Это тоже мы планируем ко Дню Инвалида. Мария Юрьевна, спасибо Вам большое за такую интересную беседу. Я желаю успехов и предстания в Вашей работе. И будем надеяться, как Вы сказали, что меньше детей будут нуждаться всё-таки в защите уполномоченного по правам ребёнка. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.